Поздравляю вас с началом нового учебного года! Учеба это что? Правильно, игровой компьютер. Ну, не обязательно игровой, поэтому сегодня мы будем собирать, подбирать для вас железо трех сборок. До 20 тысяч, до 35 тысяч и до 60 тысяч. Начнем с самой простой. Ее будем прокачивать, прокачивать и дойдем до 60 тысяч. Собирать будем только из нового железа, никакого Авито или Алиэкспресс. А тем, кто досмотрит до конца, у самых внимательных будет шанс выиграть вот этот SSD с X400 от GoodRam на 1 терабайт. Так что смотрите внимательно. Поехали! Итак, какой минимум подойдет именно для учебы? Разумеется, это бессмертная классика в лице AMD Athlon 200GE. Да, в продаже можно найти его чуть более быстрого собрата, Athlon 3000G, но для учебы лишние пару сотен МГц частоты точно не важны, да и разгоном тут никто баловаться не будет. На что способен этот двухъядерный, четырехпоточный камушек в реалиях 2021 года. Любой серфинг в интернете, просмотр даже 4K видео, благодаря встроенной графике Vega 3, видеоуроки через зумы и скайп и работа с документами и электронными книгами. Все это будет вертеться на атлон абсолютно без тормозов, так что большинству школьников и некоторым студентам такой производительности вполне хватит. И так как мы думаем о будущем, брать в пару к такому CPU простую плату на чипсете A320 не стоит. Уж лучше переплатить за B450, где и возможности подключения периферии больше, да и поддержка новых процессоров лучше. При этом монстр с 10 фазами питания и тремя слотами М.2 в наш бюджет в 20 тысяч не влезет. Поэтому можно взять какую-нибудь простую плату, к примеру, гигабайт B450M DS3H второй версии. Четыре слота под ОЗУ, есть радиатор на ВРМ. Перейти в будущем на шестиядерный райзен с 16 гигабайтами ОЗУ можно будет без проблем. Что касается ОЗУ, 4 гигабайта в 21 году это прям самый минимум. Уж лучше взять два простых модуля каких-нибудь недорогих по 4 гигабайта. Например, AMD Radeon R7. С 8 гигами можно без проблем одновременно присутствовать в Zoom и смотреть прохождение Майнкрафт в 4К на YouTube. К тому же на плате останутся еще два слота, так что сделать в будущем 16 гигов проблем не составит. Вернемся к процессору, который нужно чем-то охлаждать. При желании можно найти бокс-версию Атлона с кулером в комплекте. Но, во-первых, стоит она неадекватно дороже OEM. А во-вторых, ничего больше этого самого Атлон мы им охладить не сможем. И в будущем при апгрейде придется менять еще и кулер. Поэтому имеет смысл взять OEM и к нему докупить, например, популярный Deepcool Gamax 200T. Возможностей его хватит даже на шестиядерный Ryzen. Если, конечно, разгоном особо не баловаться. Что касается видеокарты, то обойдемся без нее. Возможностей встроенной Vega 3 вполне хватает для работы системы, браузера и офисных программ. А большего школьнику и не нужно, правда? Разумеется, на такой интегрированной карточке, то есть встроенной в процессор, можно попытаться поиграть в те же Dota 2, CS GO или если батя захочет покатать в танке, они и пойдут. Но вот шестилетний Ведьмак уже не по зубам даже в HD, не говоря уже про более современные игры. Так что с Vega 3 действительно есть шанс, что ваш ребенок будет учиться, а не гонять по улицам Найт-Сити. Переходим к накопителю, тут выбор невелик, подойдет любой простой 120 гиговый SSD, например Adata SU650. Напоминаю, что в этом видео мы разыграем SSD на 1 терабайт, так что смотрите внимательно и возможно покупать ничего не придется. Про жесткие диски забываем, стоят они дорого, работать на них десятка будет очень медленно. При желании можно купить накопители большего объема, но стоит понимать, что для системы, офис и пары мессенджеров с браузерами больше 120 гигов не пригодится. Так что SSD на 240 или 480 стоит брать скорее для развлечений. Ну и наконец блок питания и корпус. Если последний можно взять на сдачу от мышки или найти на свалке, экономить на блоке питания не стоит. Возьмите какой-нибудь базовый БП, например FSP PNR Pro на 400 ватт. Да, для Атлона это перебор, но мы же думаем об апгрейде, правда? Да и более-менее неплохая элементная база и наличие защит тоже не помешают. В итоге такой ПК в крупном сетевом магазине выйдет вам приблизительно в 21 тысячу рублей. Разумеется, если поискать комплектующий в других магазинах или по акциям, можно еще сэкономить пару тысяч. Но вы скажете, что за Атлон все равно дорого. Извините, такие текущие реалии дефицита. Из хорошего это возможность по апгрейду. Логичным потолком этой сборки можно назвать процессор Ryzen 5 3600 и видеокарта уровня GTX 1660 с 16 гигабайтами ОЗУ. Но это, к сожалению, достаточно далекое будущее, ибо одна такая видеокарта сейчас стоит почти в два раза больше всего этого системника. Ладно, с базовым ПК разобрались, и надо признать, что это только начало. Еще 10 лет назад в учебе иметь ПК было не особо-то и обязательно, но сейчас во многих вузах преподают программирование, да и сами студенты дополнительно изучают основы обработки изображений и 3D графики. А с такими задачами двухъядерный Атлон будет справляться уже со скрипом, так что пора переходить на уровень выше. Хорошим выбором еще год назад были четырехъядерные APU Ryzen, то есть процессоры с мощным видеоядром Vega. Но сейчас, сейчас из-за дефицита видеокарт, цены на такие решения AMD максимально далеки от адекватных. Только вдумайтесь, Ryzen 3 2200G, вышедший больше трех лет назад и стоящий в лучшие времена 6-7 тысяч рублей, сейчас отдают за 12, а местами и 15 тысяч рублей. Доходит просто до смешного, получается выгоднее собрать ПК на простом четырехъядерном Core i3 и докупить к нему Nvidia GT 1030. Да, вы не ослышались, мы вполне серьезно предлагаем взять эту видеокарту, она вышла около четырех лет назад и даже тогда считалась затычкой для сокета. Но сейчас ее вполне воспринимают как базовый игровой и, что самое главное, рабочий уровень. Так, GT 1030 умеет использовать ускорение при помощи CUDA, так что она будет, например, отличным подспорьем при работе с графикой в Blender. Аналогично она будет помогать процессору работать с видео в Adobe Premiere или фотографиями в Photoshop, так что в рабочих задачах ее точно не стоит считать затычкой. Главное взять версию с памятью GDDR5. В продаже есть и чуть более дешевая GT 1030 с памятью GDDR4, и эта версия оказывается временами вдвое медленней. Хотя куда уже? Разумеется, при желании на Nvidia GT 1030 можно неплохо поиграть. Например, в Ведьмак 3 бодро бегает в HD, а уж какой-нибудь Skyrim полетит на высоких настройках в Full HD. Да, понаслаждаться Cyberpunk у вас точно не получится, разве что в 360p, но все еще такая дискретная видеокарта будет в 3-4 раза лучше в играх, чем в Vega 3 из базовой сборки. Итого, костяк нашего ПК средней продвинутости выглядит так. Четырехъядерный восьмипоточный Core i3-10100F и Nvidia GT 1030. Приправим все это тем же кулером Deepcool и 8 гигабайтами недорогой памяти DDR4. Обязательно двумя модулями для двухканального режима. И аналогично возьмем плату с запасом, то есть с хорошим питанием и четырьмя слотами под ОЗУ. Мы положим в корзину MSI B460M Pro VDH. Остается накопитель, блок питания и корпус. Последние две позиции менять из базовой сборки нет смысла. 400-ваттного FSP хватит и на апгрейд в дальнейшем. Да и красивый корпус в нашем бюджете будет расточительством. А вот на емкие SSD потратиться все же придется. Особенно если вы планируете заняться работой с 3D графикой. Так что решение на 500 гигабайт в корзину закинем. Например, GoodRam SX400 второй версии. Еще раз напомню для тех, кто мотает, в этом видео мы разыгрываем SSD. И возможно покупать его вам не придется. Итого такая сборка выйдет вам в 30-35 тысяч рублей. Да, пару лет назад в этот бюджет влезали шестиядерный Ryzen и AMD RX 470. Да, такое было, но дефицит внес свои неприятные коррективы. Так что поговорим о более приятном. Об апгрейде. Он тут близок к возможностям базовой сборки. Имеет смысл перейти на шестиядерный Core i5 10 или 11 поколений и видеокарту уровня GTX 1660 или RTX 2060. Думаю, достаточно очевидно, что расти дальше по цене можно до бесконечности. И такие ПК уже скорее будут игровыми, чем мучебными. Но как выглядит оптимальный вариант, если хочется, чтобы 3D рендеры летали. И последний Doom приятно бегался, но без фанатизма с 4K. Самое время переходить на шестиядерные CPU. И оптимальным уровнем тут является AMD Ryzen 5 3600. Да, многие скажут, что лучше взять Core i5 10400. Но не забываем, что платы под LGA 1200 стоят ощутимо дороже, чем под AM4. Что касается материнки, имеет смысл также остановиться на чипсете B450. На той же DS3H от гигабайта. Ну или взять что-нибудь пожирнее, дабы хватило на будущий апгрейд на 8, а то и 12-ядерный Ryzen. Тем, кто все же предпочитает Intel, берите i5 10400F и недорогую плату на чипсете B460. Либо на B560 на будущее с возможностью разгона ОЗУ. Охлаждение. Простенький Gamax 200T меняем на 400-ю модель. Можно присмотреться к более мощным решениям от BeQuiet или Noctua, но последние все-таки слишком дороги для среднеуровневой сборки. Так что остановимся именно на Deepcool Gamax 400. Берем два модуля ОЗУ по 8 гигабайт, при этом желательно с возможностью дальнейшего разгона хотя бы до 3 гигагерц. Ну и самое главное, видеокарта. NVIDIA RTX 3060, думаете вы? Нет. GTX 1650. Она, как и старушка 1050 Ti, тоже имеет всего 4 гигабайта памяти, но при этом быстрее на 30%. Увы, майнинг не пощадил и начальный уровень. 1650 окупается всего за год. Именно поэтому цена на нее находится за гранью добра и зла, около 25 тысяч рублей, за которые пару лет назад можно было взять RTX 2060. Хотите сэкономить? Берите 1050 Ti на 3-4 тысячи дешевле, но мы не рекомендуем. Разница в производительности существеннее переплаты. В свежей статистике Steam видеокарта GTX 1650 занимает третье место по популярности, что она может в современных играх. Карточка позволит вам в перерывах между учебой или работой играть во все актуальные игры. Классика в лице Ведьмака 3 пойдет на высоких настройках графики в Full HD. В современных тяжелых проектах придется спуститься к среднему пресету. Из-за малого количества памяти придется смириться с долгими загрузками и периодическими фризами в требовательных проектах. Но в общем и целом даже Cyberpunk получится оценить в Full HD с хорошей графикой и консольными 30 кадрами. Так что для игр этой карточки хватит всем. Батя точно сможет гонять в World of Tanks на высоких настройках, а Чадо в свои новомодные игрушки на средних. По накопителю опять же имеет смысл остановиться на полутерабайтном SSD. Тот же GoodRam SX402 версии. А вот блок питания и корпус можно взять лучше. Например, подойдет Be Quiet System Power 9 на 500 ватт. Да, спасибо майнингу, стоит он раза в полтора дороже реального прайса. Но экономить на БП в такой сборке точно не стоит. Да и о будущем нужно подумать. Такому блоку питания по зубам и RTX 3060. Что касается корпуса, то тут все индивидуально и зависит лишь от вашего бюджета. Главное, чтобы все комплектующие влезли и наличие вертушек в комплекте не помешает. Неплохим строгим вариантом можно назвать Zalman T7. Никакой пестрой подсветки, только аккуратное стекло на боковой крышке. А теперь мы рекомендуем отогнать от экрана беременных женщин и младшеклассников. Знаете во сколько выйдет такой компьютер для учебы? Почти в 60 тысяч рублей. Да-да, в новую сборку за 800 долларов получится уместить лишь GTX 1650. Утешить себя можно лишь тем, что такой ПК без особых проблем справится и с обработкой 4К видео, и с рендерингом, и с программированием, и с играми на средне-высоких настройках графики. Ну что, друзья, почти 20 тысяч за компьютер на Атлон без видеокарты, около 35 тысяч за сборку на Core i3 и GT 1030, и около 60 тысяч за Ryzen 5 и базовую RTX GTX 1650. Ничего не поделаешь, такие вот реалии сейчас на рынке компьютерных комплектующих. И если кто-то думает, что дешевле сейчас собрать ноутбук, точнее купить ноутбук, не собирать компьютер, то такие вот комплектующие по мощности, будем говорить простым языком, будут в полтора раза дороже в мобильном сегменте. Ну, конечно, если вам нужен мобильный компьютер, не вопрос, мы можем сделать видео и на эту тему, если хотите, напишите об этом в комментариях. А кому нужен этот SSD на 1 терабайт? Ничего сложного, вы должны быть подписчиком нашего канала, вы должны написать любой комментарий, поставить лайк на этот ролик, не забудьте включить все уведомления, колокольчик нажать на наш канал, перейти по ссылке в описании в наше сообщество, подписаться на него и читать самые интересные новости об IT. На этом все, друзья, не забывайте хорошо учиться, рашить Б, драться за руны, в общем, вы поняли. Меня зовут Михаил Крошин, до новых встреч. SSD!